Повышение стоимости проезда на транспорте депутаты рассматривали до октябрьской сессии Гурсовета. Не расставив точек над «и», вопрос сняли с сессии. Но проблема осталась. ПТП и ТТП работают в убыток. Маршруточники говорят о разорении. Вопрос поднимать или нет, на профильном комитете Гурсовета даже не обсуждался. Однозначно поднимать. Но насколько? Мы согласились с предложением депутатов в части того, что разумнее и целесообразнее будет поднять тариф в диапазоне 14-17 рублей. Как повлияет на тормозный троллейбусный управляющий? Ведь для кого-то секрет, что самое тяжелое положение – это у коровина. Оборот выручки у него увеличится, исходя от рост, то где-то от 3 миллионов до 4 миллионов в месяц. Это что можно будет направить на зарплату, соответственно, на повышение зарплаты, доведение до определенного уровня. Изначальное предложение администрации «Орла» звучало так – уравнять в цене частников и муниципалов, а затем повысить дневной тариф до 15 рублей, вечерний – до 20. Такой ценовой скачок не мог не вызвать большую волну недовольства, говорили тогда депутаты. С новым же предложением – повышением на 2 рубля. Не сразу, но согласились. Мы спим, спим, потом подняли на рубль тариф, через 4 года и говорили «Ох, мы подняли». Сейчас необходимо входить именно в тот разрез, который на сегодня может и население платить, и администрация платить, дабы сохранить предприятие. Среди несогласных оказался депутат Федоров. Коммунист мотивировал свое решение тем, что новая цена проезда потянет за собой волну других повышений, например, на поездке в такси. Но довод не сочли весомым и в итоге проголосовали за 2-рублевое повышение. Но это лишь генеральная репетиция роста стоимости проезда. Премьера назначена на завтра. Во вторник на внеочередной сессии решение будет принимать весь горсовет.